Добровольческий легион Норвегия. 30 ноября 1939 года между Финляндией и СССР началась война. В ряды финской армии встали многотысячные отряды иностранных добровольцев. Норвежские волонтеры в количестве 600 человек прибыли в страну Суоми в декабре 1939, и после короткого обучения приняли участие в боевых действиях. После завершения Зимней войны в марте 1940 года жители страны фьордов отправились на родину, где их встретили как национальных героев. В Европе в то время уже вовсю полыхала война, и в апреле 1940 года пришел черед норвежцев испытать на себе удар железного кулака вермахта. В результате проведенной операции учения на визоре германские войска оккупировали южную и центральную часть Норвегии, опередив англо-французское вторжение буквально на несколько суток. 9 апреля к власти в стране официально пришла пронациистская партия «Национальное единство», под руководством Виткуна Квислинга, до этого не имевшая никакого политического веса в стране. После нападения Германии на Советский Союз лидеры партии «Национальное единство», а также многие известные норвежцы, например лауреат Нобелевской премии писатель Кнут Гамсон, выступили с предложением организовать добровольческий отряд для борьбы против большевистских ОРД по примеру Норвежского легиона, входившего в состав финских вооруженных сил в период советско-финского конфликта. 4 июля 1941 года Квислинг в своем радиообращении к норвежцам объявил о создании добровольческого соединения, которое будет направлено в Финляндию для борьбы с большевиками. Во всех крупных городах Норвегии были открыты вербовочные пункты, и началась запись добровольцев. За первые несколько дней в Легион вступило около 300 человек, внушительная цифра для небольшой страны. Первоначально норвежское правительство рассчитывало сформировать полноценное войсковое соединение, состоящее из двух батальонов под условным наименованием Гула и Фроста. Вновь созданные части были направлены в полевой лагерь Бьёльсеншкуля в Норвегии, откуда были перебазированы через Кильф тренировочный лагерь Фолен-Бастель. Там 1 августа 1941 года было официально объявлено об образовании добровольческого легиона Норвегия. К этому времени личный состав легиона насчитывал 751 бойца, 20 офицеров, 50 унтер-офицеров и 681 единицу нижних чинов. Первым командиром этой воинской части был назначен майор норвежской армии Финн Ганнибал Кольструб. Вопреки настойчивому желанию добровольцев сражаться как отдельная воинская часть, их включили в состав Вафен-СС, легионеров переодели из норвежской военной формы в полевую форму войск СС, от обычных ССовцев их отличал разве что особый нарукавный знак, представляющий собой вариацию креста Святого Олафа, эмблему штурмовых отрядов Хирт Партии Национальное Единство. Нарукавная эмблема добровольческого легиона СС Норвегия представляла собой круглый щиток, обрамленный серебряной каймой, с серебряным крестом на сером, или, в редких случаях, на красном поле, и пересеченный двумя серебряными обнаженными прямыми мечами-остриями вверх параллельно вертикальному лучу креста. 3 октября 1941 года в Фоленбастюле в присутствии прибывшего туда Виткуна Квислинга 1 батальон принял присягу на верность Адольфу Гитлеру. Данный батальон получил название «Викен». Ему было торжественно вручено батальонное знамя с золотым львом на красном фоне с секирой Святого Олафа в лапах. В начале 1942 года численность легиона достигла 1218 человек. В него входили штаб-3 стрелковые роты, роты пехотных орудий и противотанковая рота, а также запасной батальон, дислоцировавшийся в Хольмистранде. В легионе также находился лютеранский пастор в звании «Легионсгопштурмфурера», настаивавший на незамедлительной отправке норвежских добровольцев на помощь Финляндии и видевших свое подразделение, как каркас новой норвежской армии, командиры легиона майор Кольструб и Юрген Бакен вызывали постоянное раздражение в военно-политическом руководстве Германии. Поэтому 15 декабря 1941 года они были заменены на сверхлояльного крейху «Легионсштурмбанфюрера» Артура Квиста. В феврале 1942 года норвежский легион был направлен на относительно спокойный участок Ленинградского фронта, где вошел в состав 22 моторизованной бригады СС под командованием генерал-лейтенанта полиции Фридриха Йоккельна, которая занимала оборону по соседству с 250-й испанской пехотной дивизией. В состав этой ССовской интербригады кроме норвежцев входили также латвийские, голландские и фламандские добровольцы. В середине марта легионеры сменили на позициях под Ленинградом своих коллег ПСС из дивизии Липштандарт-Адольф Гитлер. Большинство укреплений, занятых легионерами, было возведено из смеси снега, бревен, льда и земли. Наступила весна, и все эти сооружения начали таять и разрушаться. Блиндажи были очень тесные, и многие из солдат-норвежцев, имевших высокий рост, не могли стоять, выпрямившись. По траншеям потоком текла грязь, часовым приходилось стоять на посту по 4-5 часов по колено в жиже из воды, снега и грязи, а потом час идти в постоянно заливаемые блиндажи, где они не могли даже обсушиться. Так продолжалось несколько недель, рассказывал бывший легионер Бьерн Остринг. Отрыть полноценные траншеи и создать непрерывную линию обороны в низинной заболоченной местности, норвежцам не удалось, однако с помощью латвийских добровольцев им удалось оборудовать на возвышенных местах ряд опорных пунктов. В марте-апреле легион участвовал в боях в районе Красное село, Паново. Позиционная война чередовалась с вылазками против укрепленных блиндажей советских войск. Несмотря на весь трагизм войны, на фронте бывали и курьезные случаи. Однажды, как вспоминал вышеупомянутый Остринг, норвежцы получили моральный шок, когда они в одном из захваченных советских укреплений нашли ящик с американской тушенкой. Оказывается, вопреки тому, что им внушала официальная пропаганда, Америка действительно помогает большевикам. В отличие от соседствующих с ними латышских эсэсовцев, испытывавших рютую ненависть к СССР и советским людям, норвежцы относились к пленным вполне лояльно, поэтому на их участке обороны чаще всего появлялись перебежчики. Один из проходов между укреплениями легионеры так и прозвали ров для перебежчиков. В середине мая 42-го легион сражался в районе Пулково, а затем был выведен в тыл. Противотанковая рота дислоцировалась в местечке Константиновка, прочие части, в Урицеке. В мае отдыхающие части легиона посетили Виткун Квислинг и некоторые другие высшие руководители Норвегии. 17 мая, в день норвежской конституции, на торжественном построении легиона, отличившимся солдатам и офицерам были вручены награды. Около 25 солдат-добровольцев передали руководителю Норвегии петицию о том, что они не желают сражаться под немецким командованием и требуют перевести их часть в Финляндию, однако их заявление было оставлено без внимания. В июне 42-го года норвежцы вернулись на фронт. Их возвращение совпало с началом нового советского наступления. Однажды на позиции латышских эсэсовцев ворвались до батальона советской пехоты и несколько тяжелых танков. Не выдержав атаки, латыши бросили окопы и начали беспорядочный отход, превратившийся в паническое бегство. От поголовного истребления их спасли скандинавские волонтеры. Командир противотанкового дивизиона норвежцев не растерялся и спешно перебросил свои орудия и солдат на угрожаемый участок. Недавно полученные 75-мм противотанковые пушки ПАК-38, выдвинутые на прямую наводку, оказались очень эффективным оружием. Все танки были подбиты, а залегшая под массированным артиллерийским огнем пехота, понеся большие потери, отошла назад. Бой был выигран. 13 августа 1942 года норвежцы вошли в состав второй пехотной бригады эсэс, укомплектованной преимущественно уроженцами Латвии. Численность легиона к этому периоду достигла более 1 тысячи человек. 3 сентября в качестве пополнения из Норвегии прибыла полицейская рота в составе 93-х человек, сформированная из служащих норвежской полиции ярых сторонников нацизма. Ей командовал гауптштурмфюрер эсэс Йонасля, получивший на родине за вынесение множества смертных приговоров бойцам норвежского сопротивления и моментальное приведение их в исполнение прозвища «человек с пером и пистолетом в одной руке». Полицейскую роту неоднократно использовали на территории Ленинградской области в карательных экспедициях против советских партизан. После начала Красной армии операции по прорыву блокады норвежцы оказались в эпицентре боев. Совместно с испанской голубой дивизией в феврале 1943 года в районе Красного Бора в тяжелейших сражениях принимал участие норвежский противотанковый дивизион, который был полностью разгромлен советскими войсками. За несколько дней боев норвежцы потеряли только убитыми 43 человека. К середине февраля оставшиеся в строю легионеры в количестве менее 700 человек были отведены в тыл. 1 марта их вывезли в Норвегию, где они 6 апреля 1943 года парадным маршем прошли по центру Осло. 20 мая 1943 года на полигоне Графенвер в Германии норвежский легион был официально расформирован. Оставшиеся легионеры и пополнения, прибывшие из Норвегии, были направлены на формирование полка Норвегии 11-й танково-гренадерской дивизии СС Нордланд, но это уже совсем другая история. За время пребывания норвежцев непосредственно под Ленинградом, потери легиона составили только убитыми 180 человек. Всего во время Второй мировой войны в составе различных боевых подразделений вермахта и войск СС, а также полицейских спецчастях сражалось более 15 тысяч норвежцев. На советско-германском фронте было задействовано 7 тысяч военнослужащих, из которых в плен попало около 100 человек, 20 офицеров и 678 солдат были убиты.